МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Французский тост. Это очень здоровый и очень полезный завтрак. У нас помидоры есть, яйца есть, сыр. Сыр обычный. Обычный сыр есть, масло сливочное. Тост-хлеб. Тост-хлеб есть, соль, перец, молоко. Для омлета. И растительное масло. Начнем. Ну и, как всегда, разбираем в себе задание. Втроем будем готовить омлет. Для начала, конечно же, огонь. Так. Вы можете нарезать помидор. Помидор в гульнаре, получается. Давайте я возьму. Как его лучше для вам? Надо помельче, наверное. Помельче? Да, помельче. Вы можете набить яйца. Четыре штуки. Хорошо. Диас, а вообще сколько видов омлет существует? Вы сколько не знаете, например? Сколько видов омлета? Это очень много. Ну, очень много омлетов. Больше сотни? Больше сотни. Больше тысячи, может быть, раздумывается. Так же, как и пицца. Ну, в разных странах они же еще добавляют свои ингредиенты постоянно. Да, да, да. Соответственно, да. Свои ингредиенты, свои продукты. Специи. Специи, да. Ну, просто вот яйца – основа омлета. Яйца – это замечательная вещь. Яйца – это отличная вещь. Чем вареные яйца полезны, например, я знаю, да, там белок, там и так далее. А чем могут быть полезны жареные? Жареные? Да. Ну, это как бы разновидность французской кухни. Любой повар, уважающий себя, начинает всегда с омлета. А какая-то польза есть от жареных яиц? Да, конечно. Ну что ж, энергия вся там, и, не знаю, все полезные качества сохранят. Нет, я к тому, что в век популяризации здорового образа жизни, здорового питания, рацион, да, какой-то от них, да, может быть, чаще всего привыкать к вареным. Нет, мне кажется, длительная обжарка вот при дна, а это все-таки мгновенное же блюдо, правда? Так, детям, вот так хватит? Интересная идея. Или еще? Да, это хватит. Все, можем приступать к обжарке. Вот тут я им не довела. Да, это мы будем уже заливать. Да. Это мы будем сначала, для начала, нужно обжарить помидоры. Помидоры. Смотрите, мы не пользуемся луком, да? Аккуратно. Ой, какая красота. Обжарим помидоры. Это же ворчало, это же вилка. Буквально полминуты. Полминуты. А молоко когда? Молоко мы уже добавили в помидоры. А все уже не надо. Да, ты взбивал и не заметил, да? Да, ведь. Никакой-то невнимательный. Вы можете пока заняться французским тостом. Нарезать тонко еще два ломка сыра. Да, так же. Огонь должен дойти большой, да? Да. Есть. После того, как обжарили томат, добавляем омлетную массу. В тот момент, когда мы залили омлет, друзья, я думаю, можно в этот момент сделать ту самую паузу, которая нам необходима для окончательного приготовления. Берите с нас пример. Ну а мы тем временем посмотрим сюжет «Звездный стиль». И сразу же возвращаемся на кухню. После «Звездного стиля», который посмотрели все вместе, есть еще один стиль. Стиль правильно вкусного питания. Конечно же, в этом помогает нам завтрак. У нас омлет, друзья, классический, настоящий, какой знаете вы. Поделитесь вместе с нами. Ну а у нас вместе с омлетом еще и будет готов французский тост. Французский тост. Для этого мы берем тост хлеб. Ага. Заполняем его сыром. Заполняем сыром. Закрываем вторым тостом. Так. И обжариваем на сливочном масле на медленном огне. Давайте. Сколько нам нужно масла? Масла немного. Буквально пол стола ложек. Ну так дайте так вот его отрежем прямо. Вот так. Вот так хватит. Совсем немножко. На медленном огне нужно убавлять огонь, да? Нужно немного сейчас оборчить его. Ой, Алан не доверяет даже шеф-повару. Нет, вы что. Я хочу просто сам. Здорово все получается. Вот масло растопилось. Затопилось. Забавляйте огонь. Забавляйте огонь. Забавляйте масло сковородки очень вкусно, конечно. К тому времени омлет у нас готов уже. И обжариваем по полминуте на каждой стороне. На каждой стороне. Не забывай переворачивать. Да. До образования золотистой кошечки. Ну потом можно как сэндвич его поперек. Да, как сэндвич. Напополам. И вот, пожалуйста, готов. Слушай, я не знала даже, что так можно делать, пацаны. Просто и... Тем временем, я думаю, можно накладывать нам омлет. Аккуратненько. Давайте. Так, нам же как его... Да, это вам можно представить. Вот можете выклесить вот так. В форме полмесяца. Половиночка, да? Да, вот так. Хорошо. Вот так. Очень аппетитно все выклилили. Вот так. Ой, как-то все здорово по утрам. Вот отлично. Смотри, какая кортика образовалась. Шикарно, шикарно. Так, у нас все готово. Мы будем как-то омлет украшать? Да, украсим его обычными прованскими травами. Давайте это сделаем сейчас. Потому что нам потом понадобится только дополнить уже тост. Берем трав. Отличный начало. Утренние дни. Все, все. Тем временем, думаю, готов. Шикарный запах. Сливочный. Думаю, наш завтрак. Отлично. И теперь его так, да? Да. Можно бросить поперек. Пожалуйста. Делай. Это же как-то не могу выклить. Ну что ж, друзья, наш завтрак готов. Надеемся, ваш тоже. Нам остается по традиции его только испробовать. Продегусировать. Хотя что тут пробовать? Это классический омлет. Мы знаем его с детства. Знаешь, омлеты, омлеты, розни. Хотя что приготовлено с любовью, а это самое главное. Конечно. Давайте вместе с нами присоедшись. Еще с помидорками. Впереди целый рабочий день, поэтому набирайте сил и энергии вместе с нами. Это очень и очень вкусно. И нежно, и воздушно. Ну что ж, Диас, вам огромное спасибо. Очень вкусно. За вкусный, полезный завтрак. А мы всем нашим телезрителям желаем приятного и хорошего, аплодотворенного рабочего дня. И приятного аппетита.